Единственная работа зимой, которую мы делаем, это доготовка черенков на обшеде. Какие черенки? Какие черенки? Лучшие черенки в России. Больше никто никогда. Какую дрянь я получал, если б вы знали. Вот представим себе, что от ветки, которые она отрезает, взять верхняя вот столичка и там отрезать. И вот эту верхушечку, представьте, и присылали. Взамен получали вот такие от меня, как вот эта девушка. Моя племянница делала. Прибывались, вот она настоящая работа. Но эти молодые деревья, они маточные. Они, это самое, как сказать, это их заклятие. Это их короткая жизнь. Потому что резать столько нельзя. А отрезана на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13 и если все поглядеть, можно все эмоции. А еще ветки длинные от метра до полутора и двух. Вот эти вот толстые, видите, это двухметровые. И оставляя две-три почки нижние, это идет спясе, потом две-три почки идут уже нормально ростовые, самые лучшие они остаются на развитии. То есть каждая ветка, видите, как вот это получилось, ну, несколько веток. А почему они так растут? Да потому что я годом раньше вот тут отрезал, вот тут отрезал, вот тут получилось всего две, вот тут получилось, вот тут две, а здесь раз, два, три, четыре, как минимум, а вот и пять. Вот. И если я насчитал, ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, это учеба, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, то в следующем году, это 21, в этом году она мне дала уже сколько? 15 в среднем на 3, 45. Но они уже не будут двухметровые. А что интересно, я одни поливал в панике от засухи, другие не поливал, вот это я не поливал. Вот почему? Шланг специально тащит, а мне и лень бывает, и любопустим, я не буду поливать. Разницы никакой, холодильная вода не дала ни одного сантиметра лишнего природа. Я был в шоке. Дичайшая засуха. Развивается, конечно, не так, как в 21-м году, в этом году. Но у меня нет проблем с черенками, абрикосов, я вас объясню полностью, чтобы не калечить время до конца, до смерти. За по 2-3 года. Я чуть-чуть сдерживаю себя. Я поднял цену черенкова на 200 рублей. Вот. И уже примерно половина не стала заказанной. То есть кто-то заказал за 200. Я бы, все бы купили по 100. Получилось бы денег столько же, а черенков решать бы резать гораздо больше. Вот. Это цинично, но другого пути у меня нет и не было. Чтоб сохранить деревья, надо, чтобы не все ветки срезали. Вот. И так, 200 рублей. Опять же, как все 300. И сейчас самое интересное, я думаю, что у меня их за неделю раскупят. Нет, еще есть по соте. Вот. Ну, а теперь вот, не вы, не видели. Подошли, почитали, что результат. Внимание. Это другое дерево. Ну, посмотрите, как оно обработано. Вот. Это было в прошлом году. А, сейчас скажу. А, да-да. Это тоже в прошлом году. Сказать, что получилось. Вот. Вот. Вот эта ветка, вот эта ветка, мертва. Вот. А, цела. Это мертва. Вот. Это значит, что я наполовину погубил дерево, которое дало мне раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять веток по 150 рублей в прошлом году, цена, которую дала мне полторы тысячи. Из этих полторы тысячи у меня дерево стоит полумертвое. Я вот здесь отрезал. Ну, а дальше мы проходили. Я практически, вы мне помните, говорили, расскажите историю каждого дерева. Вот я вам рассказываю. Картина, я вынужден был вот такой вот судьбоносную фразу написать. Страшная судьба лучших мирных садов. Это ведь 100 граммов веки, как их называют, Путинкофф. Вот. Общее название для них, когда мы об этом 100 граммов веки. Вот 100 граммов веки. Продолжение следует. Вот.